Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. Добро пожаловать на обзор FPS Kappa раунд 1. Будем смотреть топ-20. Всё смотреть не будем. Вот результаты сразу давайте посмотрим. Тут без сюрпризов. Все давно посмотрели. Пишу поздно, как получается. Надеюсь, на каждый раунд запишу. ЦПМ отправили 51 темпу, ВК-3-28. Смотреть будем топ-20. Я думаю, всё смотреть не будем. В общем-то, давайте, так сказать... Пройдём на карту. Упс. Пройдём на карту. Значит, что мы сразу видим? Нам дают одну ракету. У нас есть 4 фрага в нижнем правом углу. И мы сразу видим разницу текстуры пола. Это, скорее всего, слик. Да? Ну, да. Как бы, да. Маппер IDM. Очень-очень люблю IDM. И, значит, когда мы здесь проходим, нам пишет, нужно, как бы, нужно, ну, один фраг больше. И мы такие, типа, ну, наверное, это финиш. Ну, может быть. Проходим дальше. Нам дают гранату. Нам дают плазму и дают батлсьют. И у нас один фраг. То есть, батлсьют даёт один фраг. Мы можем попробовать вернуться назад. Баз не убьёт. Вот мы вернулись назад. И этот триггер не финиш, а... Хотя, странно подумать, что это финиш, на самом деле. Ну, да ладно. Нам дают сколько? Две ракеты, по-моему, да? Да? Да. Две ракеты. И с этими двумя ракетами, значит, что делать? Какие роуты есть? Нет, давайте сначала не по роутам, сначала карту посмотрим. Короче, здесь плазмим-плазмим, забираемся наверх. Видим тут клубчики для дурачков. Прыгаем-прыгаем, прыгаем-прыгаем. Падаем сюда вниз. И здесь у нас триггер с ракетой. Обувь нет, хотя есть плазма, да? Нет. Там нам дают ещё ракет. Мы падаем в итоге вниз. Либо мы не падаем вниз. Либо мы делаем здесь, так сказать, ПГБ-шечку. И туда залезаем. Вот так. Ну, или не вот так, вот побыстрее, но тем не менее, да? Вот. Значит, залезли. Попадаем сюда. Здесь у нас такая клеточка прикольная. Идём сюда. Здесь у нас опять дают ракет. У нас уже пять из четырёх фрагов. И там у нас финиш. Финишная прямая. В общем-то, до финиша мы скакать не будем. Сразу давайте про роуты. Один из вариантов. Это значит вернуться, взять батлсвёт, вернуться. Сделать там 2Х, вылететь сюда. Как-то здесь прыг-скок-прыг-скок. И на финиш. Второй вариант. Мы со старта сразу залетаем просто наверх. Нам ничего не надо. У нас 69 ХП. У нас нету ракет, но у нас зато есть плазма. И делаем ПГБ-шечки. И здесь у нас с плазмой, так как у нас нету ракеты. Несколько вариантов. Мы либо забираемся сюда, отсюда уже дальше скачем. Либо, если быть повнимательнее, здесь есть рампа. Либо вот даже от этих, по-моему, от труп можно тоже отскочить. То есть делаем даблджамп на высокой скорости после ПГБ-шечки. Сохраняем, естественно, пытаемся сохранить скорость после ракеты. Залетаем наверх. И вот эта клетка нам в принципе не нужна. Мы делаем здесь даблджамп и сюда благополучно заползаем. Ну, это что касается ЦПМ. В ЭКУ-3, естественно, мы не разбираем. В ЭКУ-3 не играл, демки не смотрел и все такое. Значит, здесь у нас появляется несколько вариантов. То, что... Ну, сразу скажу, я особо прямо не играю и в командном обсуждении по роутам не шибко участвовал, по крайней мере, в этом раунде, потому что ну, как-то и времени нет, да и карта такая, ну, без роутов. Тут зашел, два часа поиграл и все понятно стало. Без, так сказать, без сопливых. В общем-то... А, дает нам еще это, кстати, четыре фрага. Поэтому это говорит нам о том, так же, если мы вдруг изучаем карту, да, если нам там дают на батлсюте один фраг и здесь четыре, а нам надо четыре, значит, мы можем игнорировать этот батлсют. Тем более, что батлсют дают где-то вот тут, по-моему. Или даже вот тут. Я не уверен. Поэтому нам это как бы не принципиально. Значит, делаем даблджамп и несколько вариантов. Либо мы делаем... Либо, если у нас мало скорости, мы делаем здесь даблджамп и, собственно, берем ракету, там делаем граунд буст, бла-бла-бла-бла и летим на финиш. Либо, ну, из таких, из глобальной, да, либо, если у нас много скорости, а здесь такая еще выемка, замечательная. Мы делаем даблджамп. Сразу прилетаем сюда. Здесь делаем ПГБ. И вот тут уже надо будет поковыряться, потому что можно пролететь там внутри, что попа боль, скорее всего. Можно попробовать отселиться ракетой так, что более чем как бы поприятнее, так скажем. тем более если сделать граунд буст с плазмоджампом, то вот эту ракету можно сделать побольше скорости, типа, ну, надо будет меньше высоты, поэтому ракета будет поэффективнее. секунду. Секунду. В общем, какие еще варианты есть? У нас есть гранаты, которые дают, когда мы пролетаем там снизу, и, значит, ЗАС замечательно, ну, или КСАС, кому как, приятнее. Предлагал, значит, идею, что мы делаем даблджамп. мы здесь летим, кидаем гранату примерно вот где-то в этой области кидаем, типа, вверх, кликаем, и на скорости мы, когда пролетаем, мы как раз эту гранату ловим. Я показывать эту демку не буду, потому что она лежит в папке с другими демками, а там лежат демки ко второму раунду, поэтому спойлеры, поэтому я показывать не буду. Ну, суть, я думаю, ясна. То есть, ну, вариации тут можно прямо типа, глобально роута два. Один из них помедленнее, другой из них побыстрее, побыстрее тот, который ты сразу сюда залетаешь и с гранат бусом потом здесь ебешься. Но вариаций как бы таких маленьких отклонений небольших в том, как это сделать, конечно же, больше, чем два. И придумать здесь можно много всего. В том числе там и добавить, допустим, еще один гранат бус где-то и там, не знаю, вариантов много, в общем. Ну, ладно, не скажу много, но сколько-то вариантов имеется. IDM молодец, карта хорошая, сразу скажу. Мне сразу карта понравилась, выглядит интересно, играется приятно, косячков вроде как никаких не замечено. Поэтому, ну, у IDM, если кто не знает, у IDM очень классные карты. если кто-то ищет, что поиграть там с пушками, просто пишите в поиске IDM на сайте ws.q3df.org, пишите IDM и играйте все карты подряд. У него почти все, по-моему, карты очень классные, очень динамичные. Ну и, в общем-то, здесь пролетает. Ну, тут единственная вот эта вот дырочка, да, ну, она зачем? Как-то вот я не знаю, ну, отпустим. Было просто, ну, это, скорее всего, типа, моя проблема, как бы, да, но, не знаю, по-моему, эта дырочка лишняя, ее бы, ее можно чем-то другим занять было. Что-то поинтереснее, может, времени там уже не хватило, может, просто не придумалось ничего, всякое бывает. В общем-то, вот такая вот карта, не знаю, что про нее сказать, больше будет сказать про вторую карту, про второй раунд, поэтому, так сказать, это, это, это самое, так сказать. Так, смотрим топ-20 с Камполомуса мы начинаем. Камполомус четко топ-20, привет, Камполомус, 25,8. Начинаем, как обычно, с ВК-3. А, ВК-3 вообще начинает вот там, без слика, ясно. То есть, у ВК-3 здесь обделили, так сказать, по роутам, потому что, мне кажется, дай ты, выкутришником на одну карту боя, а, да, кстати, я, я пытался такое тоже сделать в ЦП, типа, на скорости кинуть наперед гранату, там, хорошие ракеты, но, надо бы смотреть, конечно, оставлюсь с тебя ракеты или нет, чтобы стрелять, потому что, иначе, ты теряешь скорость, которую мог бы просто пострейфить. В общем-то, с этой гранатой, типа, тоже можно было, но я пытался с гранатой и плазмоджампом, без ракеты, так как мы без ракет залезаем наверх, и у меня не очень получилось, я не шибко долго пытался, но получилось не очень, но, видимо, если у тебя есть ракеты, а выкутришников они у тебя есть, этот роут вполне себе играбельный, вот, ну, дальше, радиокала, зачем было обделять выкутришников так, это, конечно, вопрос, потому что, а, интересно, да, падаешь в телепорт, гранату с ракеткой сразу наверх, не факт, что это прям быстрее, чем то, что делал Комполомус, хотя, может, и быстрее, ракеты неплохие, все хорошо, пострейфил, обогнал Комполомуса, красавчик, Микендо, давно, давно, давно его не было видно, хотя, может, и было, я особо не смотрел, но, игрок очень старый, очень уважаемый, да, тоже с телепортом, тоже с гранатой наперед, ну, гранату, вот, в этом случае, надо, конечно, запоминать, как она, где летит, сколько летит, и так далее, потому что, все вот эти гранаты наперед, это, конечно, быстрее, чем просто встать и кинуть, но нужно понимать, что, пока вы, если, допустим, вы кинули слишком поздно, и пока вы ждете, что она взорвется, это тоже все время тикает ваше, и в этом случае вам желательно, как бы, а это еще тем более на старте находится, то есть тут вообще порог грайнда, он очень высокий получается, если вы, например, ждете слишком долго, это уже ресет, просто, ну, не надо ждать, понятно, что, возможно, для Микенда ему, типа, пофигу, да, он может так отправил, чисто поугарать, так сказать, поучаствовать, но, в целом, для тех, кто хочет серьезно, так сказать, играть, это все время, это все нужно контролировать, если вы слишком долго стояли, ждали ракету наперед, там, гранату наперед, хоть что наперед, это сразу должен быть ресет, так, сели от, из USA 24.0, у меня кошка пришла на стол, тоже падает в телепорт, очень ранняя граната, ну, ладно, не очень рано, ну, можно, вот, можно раньше, типа, не знаю, может, в кудришнике меня, конечно, те, кто прям, поиграл, грайндил, поправят, но, мне кажется, что, там, намного раньше можно кинуть, хорошо, использовал бы стены, было бы еще лучше, но, что есть, то есть, так сказать, пил, хорошие ракеты, хорошая граната, о, интересная граната, кстати, да, так, так, нужно быть быстрее, 2x, да, 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 вот, это уже начинается, интересно, да, да, сразу задом, здесь от стеночки, под себяшечка, от стеночки, под себяшечка, от стеночки, нет ракет, ха-ха, обманывал, а ты меня послушал, так, хорошее, это уже радует, это уже радует, хейст 23.1, в принципе, да, граната такая, ой, очень долго, очень долго, прямо, очень долго, ну, ракетами, по идее, надо, наверное, нон-стопом, как-то вылетать, ну, можно было без под себяшки, там, почти, под себяшка была уже почти, когда ты был у стены, я думал, было бы больше толку, если бы ты просто в стену пострелял, ну, да ладно, возможно, не ожидал, такого спейсинга там, или еще чего-то, всякое бывает, так, там, нет лоид, наш, наш, так сказать, коллега, по цеху, 22.9, не уверен, не уверен по поводу роутовую кутри, ничего не скажу, но граната, граната, которую делал пил, она выглядит очень хорошо, тем более, ты ее пускаешь сразу, да, это тоже интересный вариант, как ракеты разыграть, ну, как-то, не знаю, но тут, тут тоннель надо было отдельно грайдить, например, ты, это я сейчас, с Диманом разговариваю, если что, если ты Диман вдруг смотришь, ракеты надо было, ну, ты сам, наверное, понимаешь, тебе просто было лень, там, и так далее, но скажу для всех, так сказать, слух, и для тебя в том числе, если ты, то есть, в целом, часть с 2х, там, и залетанием на триггер, она не самая сложная, поэтому, ну, вообще, карта не сложная, в целом, если это в кутри, я так думаю, хотя, я не видел еще топ, но вот этот роут, он не сложный, если ты, значит, засейвишь себя, тем более у тебя, тем более в кутри, там, даже ничего делать не надо, ты туда просто, спектатор прилетел, сохранился, и зашел в игру, и поставил себя, где надо, вот, ты ставишь себя на триггере, где 4 фрага тебе дают, и ракеты, и тренишь туннель, либо пробуешь разные ракеты, либо еще что-то, потому что, вот это вот прохождение, оно выглядело, как будто ты, вообще там, времени не проводил, ну, типа, проводил, когда играл карту, но специально не тренил, а такие моменты, как раз таки, надо тренить, потому что, вот эти прямые, особенно в ИКУ-3, это я про ИКУ-3 говорю конкретно, ЦП мы не трогаем, такие тоннели с ракетой, там, ну, очень важно получить много скорости, во-первых, это прямая, во-вторых, у тебя есть ракеты, и это большой таймсейф, то есть, если я сделаю, например, лучше ракеты, но весь раунд будет остальной такой же, у меня будет там, на полсекунды быстрее, ну, грубо говоря, поэтому, нужно это все учитывать, если вы играете на, на место какое-то, а не, не просто так, так, Анселмо, Ансельмо, без гранаты наперед, не знаю, граната наперед, мне кажется, вот, ранняя граната наперед, она прямо шикарная, да, вот, ну, стопом пролетаешь, ну, спорно, вот туда залетать, это спорно, мне не очень нравится, ракеты плюс-минус, какой-то малень, маленькая скорость на входе, в туннель получается, 22 и 1, ничего себе, там, всех, всех обогнали, получается, всех наших, ну, ничего, ну, там, многие, о, так, быстрее получается, я думаю, enter, enter, точно потестил, я думаю, enter, я вот не знаю, выглядит медленно, как-то тут гранату ждешь, там гранату, ну, не ждешь, конечно, но, 22 и 1, да, где-то с роутом, в общем-то, хотя, вон у, кзас, кзаса, кзаса, его правильно, кзас, называть по-английски, если что, а то все кзас, кзаса, но я сам привык кзас, что я пизжу, так, ну, в общем, вроде у кзаса роут есть, а enter не поиграл, но я скажу так, ну, от, от трайхардеров, так сказать, от TH, особо прытья не ждите, потому что, ну, кроме кзаса, потому что мы все заняты, я клички дал, что давайте поучаствуем, все вместе, но получается так, что у меня времени нет, у ребят времени нет, там, у enter'а дела какие-то, у тех дела, у этих дела, поэтому, такое, 21,9 эффект, Антон Петрович, добро, добро времени суток вам, так, граната наперед, нет, да, о, да, бля, бля, шо творит, спасибо, вот это, кстати, вот такие ракеты мне больше нравятся, типа, без каких-то пауз, хорошее, хорошее, молодец, zeppelin, 210, zeppelin, тоже, кстати, старичок, с какого-то там, и мы вины, horizon, или что-то, кто, очень хороший старт, очень хорошие ракеты, тоже скорость, всю свою срезал, потому что, иначе перелетишь, прямо задницы, он скачет, еще одна ракета осталась, но вот он кинул бы эту ракету, на полтинчик бы больше сделал, вот вроде не серьезно, полтинчик, а с другой стороны, а был бы САП-21, а это уже что-то значит, так, прокипоп тоже что-то расслабился, хотя это в УКУ-3, хотя он в УКУ-3 хорошо играл, да, хорошо, много скорости, правда, граната, типа, поздняя, но, не знаю, спорно, то, что граната поздняя, хорошее, хорошее, молодец, проки, прокипопыч, 28, бридж, бридж, тоже старичок, у нас все старички играют, вот так вот, очень хорошо залетел, да, да, неплохо, но, надо быстрее, кет, 27, что-то кет вроде не писал даже ничего, так, кет у нас энтеровский роут использовал, либо энтер использовал кетовский роут, хорошие четкие ракеты, 1000 на входе и 1900, так сказать, на выходе, да, очень хорошо, опа, кет, опа, ой, кет, так, не була, 20, 0, и, мент, вот тебе и 1000 скорости, которую сделал прокипоп, но прокипоп выглядит, конечно, быстро, о, интересно, и тут, ты типа летишь с косарем, да, например, если ты себя поувереннее с ракетами чувствуешь, что ты летишь с косарем в тоннель, но кинь ты наперед, наперед ракету в стену, там, ты, тебе там не надо получить, полный фарш с этой ракеты, но, это уже будет быстрее, потому что, ты получаешь большую скорость, намного раньше, чем получил бы ее без этой ракеты, да и вообще там типа 2х в стену можно сделать, у тебя же там на 100 всего больше, и как раз типа траектория движения, вот это все ты как раз 2х сделаешь, ну, короче, не знаю, это мне кажется, вот Дельта как раз сделал, так, Зондер, это путь людей с маленькой, с очень маленькой сенсой, я так подозреваю, потому что, проще задом, чтобы не разворачиваться, так сказать, ну, ракеты очень слабенькие, тут надо, тут надо прям сиять, кумекать, как у кутри ракеты кинуть, потому что все это очень слабо выглядит, поизон, 19.7, поизон тоже старичок, поигрывает, молодец, все еще в топе, кстати, ну, в оку 3, не то, что я не хочу принизить поизда, но у кутри, конечно, очень мало конкуренции, оооо, вот это да, вот это сразу плюс, и ракеты отличные, ну, пользу всегда все в порядке, вот так, красавчик, красавчик, очень классно, топ 4, кстати, пользу, да, поздравляю, топ 3, ксас, из чайны, так сказать, 19.6, какой же роут, роут, энтер, только исполненный, побыстрее, типа, я не знаю, ну, надо, по идее, спросить у людей, спросить у людей, быстрее ли это или нет, но мне кажется, с 2x побыстрее, типа, у тебя, у тебя меньше остановок глобальной, и ты меньше, у тебя меньше шансов зафейрить, сейчас посмотрим, конечно, что там дельта сделал, я подозреваю, что у ацида то же самое, только побыстрее, у тебя может быть, оба роута, они примерно одинаковые, типа, но вот этот роут, мне кажется, намного легче сделать быстрее, типа, и так, и сяк, и ты сразу наверх, можешь залететь, 2x6, а давайте посмотрим, 2x6, это он, очень хорошие ракеты, 2x6, это он залетел, ракете, прям пересматривать не будем, а, и вот 2x3, то есть это, это когда ты, это не, не к ракете, это, короче, другой, нет, поэтому, чикпоинт, тяжело сравнивать, не будем, ладно, 19-1, дельта, смотрим, топ-1, сразу наверх, вот это, вот это, мужик, как сказать, ну, а значит, вот это быстрее, но тут, я думаю, я полагаю, тут разница в том, что, вот в этом, да, я не знаю, странно, что ребята, это, и нашли под себя, шичко, и 2000, ну, да, получается, вообще, чикпоинт, скипает, да, не знаю, ну, смысл пересматривать, тут нет, значит, что у нас есть, у нас есть, импрессив, молодцы вы, ку-3, ребята, но теперь будем обсуждать, цп, импрессив, у сурса, 46 место, где-то внизу, обязательно смотрим, импрессив, а-а-а-а, да, стрейфе лучше, а то, тайм медленнее будет, я понял, почему, all weapons die, ну да, ну да, ну это хейтерство, какое-то, я бы, конечно, за такое импрессив не дал, но, то, что прошел без пушек, это, конечно, ну, не плюс уважения уж, но, что-то, типа, да, молодец, так, лан колоя, тут как раз, ой, как удобно, тут как раз 20 демок, вмещается, как удобно, классно, так, лан колоя, 14 секунд, с подсебяшечкой, очень хорошо, очень хорошо, а что это, где-то он так, зафейлился, а, ну не зафейл, а почему зафейл, ну нет, уроки, там чуть выход, подпомедленный, да и ладно, да, вот, сразу пошло, медленные роуты, мы не посмотрим, ну ладно, посмотрим какой-нибудь, я думаю, по стиле, да, ну, блин, все под копирку, да, тут будут, походу, да, это побыстрее, чем с дублджампом, ракеты, парочка там была, они очень чистенькие, цпм, это уже наказуемо, так сказать, цпм, это контролируемое, наказуемо, давайте пока мы к монтеру не перешли, давайте какой-нибудь, вот прям, вот, какого-нибудь, прям вот, нермора посмотрим, какие роуты, ребят, чисто интересно, то же самое, только медленнее, примерно вот, вот это, примерно моя демка такая, хе, быстрее, конечно, ставит, ой, 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 ну, давайте, не кузлях уж не будем, ну, давайте, хулигана 25, убедимся, что там нету медленного роута, то есть, ну, может быть, что-то ребята придумали, вот, через батл сьют и плазму, да, граната с плазмой, ну, да, и че, ага, ну, ну, да, ну, ладно, не будем, так сказать, 13,9, ну, видите, цпм, типа, один роут глобально, это, ну, это неприятно, в общем, играть в итоге, потому что, тебе приходится, лишнего напрягать, мозга, чтобы там, еще что-нибудь, извернуться, надо прямо, изъебнуться, чтобы побыстрее, не хочется, 13,8, хейз, ну, особо, без обсуждения, думаю, тех, плюс-минус одно, там, гбшечки, поворотики, хорошие ракеты, тут еще, типа, тут еще такая тема, вот сейчас у хейза, я прям вспомнил, когда я играл, это было в начале той недели, то есть, это было давно, вот, когда идешь слишком быстро, то, вот этот залет сюда, он супер неудобный, и это тебя, по идее, должно натолкнуть на две мысли, первое, карта потащена плохо, что, вроде как, не особо правда, по крайней мере, не чувствуется, то есть, ну, у тебя возникает вопрос, а че ебать, потестили тут, но, с другой стороны, когда такой вопрос создается, потещено плохо, когда вы это чувствуете, это вот прям для всех общее знание, так сказать, опытного Игорька, когда вы такое чувствуете, у вас следующий вопрос, сразу должен быть, значит, должен быть другой путь, и вы не можете, типа, да нет, да не может быть, типа, нельзя эту мысль отпускать, просто, да нет, ну, наверное, вот так надо, просто быстрее, просто, может, вот так, рокет получше, это все отговорки, самое правильное будет, это просто прикинуть, вот у вас, например, стартовая точка, например, вот здесь, вот вы точно, вот ничего не поменяете, просто ничего, да, до вот этого даблджампа, значит, вы сейвитесь на этом даблджампе, или лучше на грандбусте, вот здесь, чтобы скорость разная всегда была, и вы разные вариации посмотрели, сейвитесь, и просто пробуйте, 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 разное вообще, летите туда, летите сюда, типа, ну, вот эту тему развиваете, потому что, когда вы достигаете предела скорости, в определенный момент, то есть, вы здесь делаете, там, не знаю, не 1200, там, у вас 1400, и вы уже просто не успеваете выстрелить даже, это не означает, что карта говно, хотя в некоторых случаях это означает, что карта говно, и маппер, все мы знаем кто, да, но, если, если это речь про обычную карту, давайте так скажем, если это речь не про какой-то ивент, не про какой-то чемпионатик, там, варкап и так далее, то можно забить, просто забить, и не играть, ну, карта говно, все, если это все-таки, вот, какой-то компетишн, который мы сейчас играем, значит, возможно, мапперы старались чуть лучше, чем те, которые, ладно, не буду бросаться именами, в общем, мапперы старались лучше, и карты, скорее всего, потещены, и, скорее всего, здесь должен быть другой роут, либо, даже если этого роута нет, и он не придуман маппером был, или не придуман тестером, и так далее, то всегда нужно включать изображение, и искать роуты, это, это просто, так сказать, лирическое отступление, так, кошаков 13.8, возможно, кто-то об этом знал, кто-то нет, но основная мысль, это то, что, если вы думаете, что вы, на пороге, так сказать, предела скорости, что-то перепрыгивается, что-то там, где-то рокет не встает, еще что-то, нужно просто пораскинуть мозгами, так сказать, это не признак, это, если у вас что-то перелетается, это не значит, что вы сильный, а маппер слабый, да, так скажем, это значит, что вам нужно, вы играете на территории маппера, не маппер мапит под вас, конкретно, вы играете на территории маппера, это значит, ну, в таких случаях, где нет косяков, да, мы говорим про карту, где нет косяков, ярко выраженных, так скажем, значит, вы должны адаптироваться под карту маппера, а не маппер под вас, в общем-то, короче, вы поняли, да, старайтесь лучше, вот это все, так, очень низкий подлёд, хороший дублджамп, ля-ля-ля, сфоттайм, делаем дублджамп тут, там, оп, ракетка тут, ракетка там, оп, оп, 13,6, молодец, холстовары, холстовары, обоба, так, очень много скорости, поздняя ракета, какая-то подлетел, по-моему, слишком высоко, ну тут, ну, в цпм нужно подлететь низко, гранбуз сделать хорошо, и вот это все, ну, все демки, я так полагаю, просто будет чуть быстрее, 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 зондер, вот, подлетел низковато, ну, плазмоджамп, по-моему, не особо нужен, вместо этого плазмоджампа, лучше сконцентрироваться на хорошем густе, как по мне, здесь он вообще не нужен, 13,4 не было, так, я еще к Шакову, кстати, торчу, разбор его демок, поэтому, возможно, он когда-нибудь появится, я помню, я, если что, все помню, просто мне, дефраг, как вторая работа, работать, так сказать, в ночную смену, я, после дневной, я не хочу, так, проки-поп, 13,4, очень высоко подлетел, потерял, мне кажется, очень много, с гашечкой, маскаль, тоже очень высоко подлетел, но тут, ну, под себяшка быстрее же будет, маскаль, что ты, ты пока выравниваешься, там, со своих 1500, ты уже быстрее под себяшку кинешь, и уже следующую ракету будешь стрелять, вот как проки-поп сделал, тебя быстрее, только за счет, там, стрейфовой части, мне кажется, ну, мне так показалось, ну, не будем тут фрейм искать уж, не будем, блядь, маскаль, медленно, ебаный в рот, так, с газа, с газа, очень, очень маленький разрыв по времени у ребят, кстати, вот, чуть-чуть, чуть-чуть ниже подлетел, но там надо и пониже, и побыстрее, так сказать, 1600, под себяшечка, вот, пошел, пошел, вот это я понимаю, на фрейм быстрее, кстати, на два фрейма быстрее, ух, ух, разрывы вошли, два фрейма, появились, широсаки, ух, два фрейма, низко подлетел, все хорошо, ну, тут уж не знаю, стоит ли выворачивать обратно влево, если ты летишь, в принципе, вправо, к правой стене побыстрее будет, наверное, но это так, мысли вслух, так сказать, 13.3, ки-йоу, много скорости, 600, кстати, почти 700 на выходе, вот тебе косарь, на даблджампе, и зацепил потолок, с гранд бустом, блин, горло уже пересыхает, так, рейн, 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 ты участвуешь, типа, ты давай не участвуй, ты же тестер, тебе нельзя участвовать, он сразу и роуд спалил, бля, вот, через правую сторону, через верх, найт, о, найт, очень приятно, низко подлетел, хороший гб, через низ, ну, тут типа, ну, надо через верх, очевидно, как дел рейн, то есть, ты получается, сохраняешь, уйму времени, на вот этих прыжках, даблджампах, потому что ты пока туда, пока сюда, это все очень медленно, это все нужно, убирать, так сказать, украшивать, тут все хорошо, отлично, 13-1, со стоп-3, хороший низкий даблджамп, тоже, дельта, только два человека, из 13 вышло, посмотрим, ну, дельта, в обоих физиках, я не знаю, мне кажется, кто вот, все еще вот грандит, из тех, кого я знаю, знал, точнее, когда я еще гранил, ну, типа, ну, да, мне кажется, у них нет жизни, просто, вот, кто грандит, все еще, вот, кого я знаю, вот это, вот, всех я знаю, вот, кто все еще прям, кто жестко играет, дельта, типа, отсылает, может, он, конечно, не грандит, потому, что я, например, если поиграл подольше, мне тоже неделя, всю неделю играть не надо, это же не до ФВЦ, типа, где надо прям все соки выжимать из карты, но, мне кажется, я не знаю, вы либо, ребята, работаете 4 часа в день, либо у вас просто нет жизни, так, ну, гоблин, что это за моделька такая, ну да, вот, мне кажется, ну, надо из 12, мне кажется, выходить, давайте модельку посмотрим, гоблину, чисто и интересно, что это, это гоблин, ой, гоблин, ну давайте еще раз демку посмотрим, в любом случае, в общем-то, ну, все, все прекрасно, все хорошо, много скорости на, раундусте здесь, здесь очень важно именно по траектории, хорошо попасть, здесь надо присесть, вот он приседает, мне кажется, не знаю, ну, спорно, конечно, куда он попадает, ну да, я бы, я бы, короче, знаете, что, я бы целился, если бы я так, кстати, играл, это, конечно, всегда легко говорить, вот я бы сделал вот так, ну, поверьте мне, типа, я, я уж не хуй с горы тоже, я понимаю, что происходит, я бы здесь, наверное, вот ты поворачиваешь, что он делает потом, не вывернешь, не вывернешь, ну, не знаю, но он, кстати, низко подлетел, тут надо, короче, какой-то баланс найти, чтобы подлететь повыше, потому что ему тут даже присед не понадобился, он приседал, потолка даже видно не было, надо находить баланс между траекторией и высотой, подлетать повыше, делать буст, получается, чуть-чуть дальше, то есть где-то вот там даже, или вот здесь, а лучше, а лучше вот здесь вообще где-то, делаешь буст, и ты залетаешь не внутрь клетки сюда, не внутрь, а ты залетаешь вот сюда, и отсюда стреляешь, и у тебя тогда, я не знаю, но это спорно, конечно, тоже, потому что, я здесь, ну, 1200, но он, он немного здесь получил, от этой ракеты, поэтому, и здесь все на тоненького, то есть скорости побольше, ты врезался, либо, если тебе не повезло, но если тебе повезло, ты заскинул, не повезло, ты врезался, поэтому надо менять буст, менять ракету, и там, не знаю, ну, 2x кидать, в стену там, тут понятно, вот так, побыстрее будет, хорошо словил, кстати, ну, ладно, ладно, хорошие демочки, еще раз, давайте обратим свой взор, упс, на бровзер, бровзер, стоит у нас, крызиаловский обзор, я не знаю, как там нос, кого поддерживает, так сказать, поставит ли он ваш обзор, в общем-то, носфу, носф, если ты смотришь, вдруг, на досуге, ты там, Рейну никуда не зачисляй, потому что он, вообще-то, организатор, даже если он там, почти ничего не тестил, вдруг, то он, как минимум, организатор, ему, его в таблице быть не должно, ну, то есть, я не говорю, что ты, типа, не отсылай демки, Рейн, если что, я поясняю, что я имею ввиду, сразу, потому что, блядь, ну, не надо мне потом написывать, Рейн не должен находиться в общем зачете, потому что он организатор, во-первых, во-вторых, тестер, он все эти карты знает, и, как бы он их тестил, у него уже наиграно, так сказать, ему все, что надо, там, пройти еще раз, грубо говоря, карту и отправить демку, поэтому, его быть нигде в общих зачетах не должно, я просто надеюсь, что Носф не забудет, или я не знаю, ему надо, просто люди, которые играют, например, на место именно, да, как какой-нибудь, я не знаю, вот Кио играет, он же вот не знает, что Рейн организатор, это только мы знаем, потому что мы все свои тут, друг с другом, так сказать, жопами тремся, может ему какую-то меточку поставить, что вот я, на меня не смотрите, типа, Кио, по идее, кио, по идее, шестой, либо как-то, ну, я не знаю, какую-то вот ему метку, что вот он, типа, в зачет не идет, не знаю, короче, с Носфом поговорю, ладно, без разницы, не критично, ладно, всем спасибо, 40 минут, так сказать, наболтал, всем спасибо, надеюсь, было, так сказать, не хуже, чем обычно, увидимся, на следующей неделе, следующий обзор будет, будет, следующий обзор будет, когда он будет, я вам не скажу, я к тому же приболел, и, там, по семейным обстоятельствам, некоторые вещи происходят, поэтому, в общем-то, ждите, обзоры постараюсь сделать, карта, пока что, второй раунд мне очень понравился, второй раунд, очень многообещающий, первая карта, Рейн предупреждал, что она будет попроще, она вышла попроще, вторая, она уже поинтереснее, третья, посмотрим, будет, будем посмотреть, так сказать, все, всем удачи, всем до встречи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok